Мы говорим о восемь необходимых черт для консультанта, чтобы дать благочестивый совет. Номер шесть. Мы должны быть людьми любви. 1 Коринфянам 16.14 1 Коринфянам 16, verse 14 1 Коринфянам 16, verse 14 1 Коринфянам 16, verse 14 Все у вас добудет с любовью. Люди смогут многое получить от нас, если мы являемся человеком любви. Хорошо, седьмая черта. Мы должны быть человеком духа. Римлянам 8, verse 13 and 14 Римлянам 8, verse 13 and 14 «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете, ибо все, вводимые духом Божьим, суть сыны Божьи». Нам никогда не нужно преуменьшать силу Святого Духа в консультировании. И у меня есть друг, который с кем-то был на встрече по консультированию. Он консультировал такого здоровенного, сильного человека. И у него была все время картинка, как будто маленький мальчик находится на поле, и какой-то мужчина на тракторе пытается, за ним гоняется, пытается наехать. И он молился, и у него просто такая картинка была. И он этого человека, говорит, рассказал ему это видение, и говорит, для тебя это что-то напоминает тебе, значит что-то. И вдруг этот здоровенный мужчина, вдруг он упал просто, и начал плакать и трястись. И он потом рассказал, когда он был маленьким мальчиком, то его дядя на тракторе, И дядя просто игрался с ним, он ездил за ним на тракторе, куда мальчик шел, туда и дядя ехал на тракторе. Но для мальчика это было ужасно. И вот этот опыт, он в нем поселил определенный корень страха. И Бог не обращал его внимания на это до тех пор, пока Бог не решил его исцелить. Вам никогда нельзя полагаться на свои знания или понимания в консультировании, но вам всегда нужно полагаться на откровение Святого Духа, на его чудесное водительство. И номер восемь. И нам нужно уметь сочетать истину с милостью. Давайте обратимся снова к притчам в третьей главе. Стихи три и четыре. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою. Напиши их на скрижале сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Нам необходимо иметь милость и истину. Это неоправданное отсутствие равновесия, когда есть только милость или есть только истина. Давайте посмотрим в восемьдесят четвертый Псалом. Псалом восемьдесят четыре. Десятый стих. Десятый стих. Десятый стих. There's Psalm 84 probably in the Russian book. Well, well, just read in English, please. It says mercy and truth have met together. Милость и истина встретятся Правда и мир облобызаются И в конце концов В Иакова 2 Так, Иакова 2 13 стих Ибо суд без милости Не оказавшему милости Милость превозносится над судом Иакова 2 глава 13 стих Апсалон был 84 стих 11 11 стих Если у нас чистая совесть И мы являемся человеком веры И человеком любви Человек, который боится Бога То Бог нам даст способность Судить правильно Но нам никогда не нужно забывать О силе милости Нам иногда нужно просто произнести суд А иногда нам нужно быть очень милостивыми И если мы не знаем Как в данном случае поступить То есть выбор между тем Помиловать или казнить То лучше выбрать милость Потому что Библия говорит Что милость Она превозносится над судом Помните, что Библия говорит об учителях Что они будут судимы С большей строгостью Потому что учителя Если они не будут осторожными Они могут связать людей И возложить на них тяжкие бремена Как делали фарисеи Поэтому лучше Лучше Быть на стороне милости Чем суда Мудрость Божья И страх Божий Они помогут Уравновесить Милость И суд Хорошо Мы говорим о цели консультирования И мы обсуждали Три аспекта консультирования И о восемь необходимых вещах Которыми нужно обладать Консультирующему Хорошо Я хочу задать вопрос И что же такое Консультирование Что же такое Консультирование Я хочу вам дать пять Пунктов Того Что является Консультированием Я хотел Чтобы у вас были Вот эти тексты Распечатанные Чтобы вы могли Это записать Хорошо Материал вам принесут попозже Но сейчас запишите Пункт первый Консультирование Консультирование Это помощь Другому человеку Выйти за пределы Своей собственной перспективы И взглянуть на проблему Или обстоятельства С точки зрения Бога Консультирование Консультирование Это помощь Другому человеку Выйти за рамки Собственного Собственного Понимания Или собственной перспективы И увидеть проблему Или обстоятельства С Божьей точки зрения То есть это помощь Человеку Выйти за пределы Собственного Понимания И увидеть обстоятельства Или проблему С Божьей точки зрения Молодая женщина Она уехала из дому Учиться в библейскую школу Родители благословили ее И в субботу Ее мама позвонила И по субботам Мама звонила И спрашивала Как идут дела Когда они говорили То по телефону Они часто Начинали спорить Они иногда обсуждали Какие-то вопросы Обнаружилась разница Во мнениях И они иногда Начинали спорить Прямо по телефону Короче, дочь обнаружила Что эти телефонные разговоры Они ни к чему хорошему Не приводили Были неплодотворны И она больше не хотела С матерью говорить По телефону Но мудрый советник Задал ей вопрос Он сказал Осознавала ли ты Когда-нибудь Что вот Ты в течение Всей недели Изучала Духовные истины А в конце недели Бог тебя проверял Научилась ли ты Чему-нибудь В течение недели Поэтому звонки В конце недели Мамины Это были для тебя Как экзамены Чему ты научилась В течение недели Она сказала Девушка ответила так Я даже подумать Об этом не могла И она сказала Сейчас я надеюсь В течение моей Матери Потому что Я знаю С того момента Она говорила Я теперь жду Маминых телефонных звонков Чтобы проверить Как выдержу ли я экзамен Когда мы смотрим На проблему С человеческой Точкой зрения То Мы скорее всего Разочаруемся Мы можем Расстроиться И потерять терпение Злиться Возгордиться Или Стать жадным Но если мы Ту же проблему Увидим С перспективы Божьей Мы будем Благодарны И будем Ободрены У нас будет Больше любви И терпения Доброты Важность Видения Любых обстоятельств С взглядом Божьим С его точки зрения Подтверждается В 55 главе Исаии В 89 стихе Исаия 55 В 89 А Извините В стихе 8 и 9 Мои мысли Не ваши мысли Не ваши пути Пути мои Говорит Господь Но как небо Выше земли Так пути мои Выше Путей ваших И мысли мои Выше Мыслей ваших Позвольте мне Минутку поговорить О цели Божьей Для вас Когда мы начинаем Говорить О Божьем Взгляде На определенные Вещи То важно Поговорить О Божьей Цели Для вас Это моя дочь А это Жена Еремии У Бога Есть Общие И конкретные Цели Для вас У Бога Есть Конкретная Цель Для вас И окончательная Цель Для вас Давайте К Колосянам Первой Главе Обратимся И 28 29 Стих К Колосянам Первая Глава Стих 28 29 Которого Мы Проповедуем Вразумляя Всякого Человека И научая Всякой Премудрости Чтобы Представить Всякого Человека Совершенным Во Христе Иисусе Для чего Я и Тружусь И подвязаюсь Силою Его Действующую Во мне Могущественно Павел Он был Великим Мужем Божьим И Павел Говорил То Что Он В этом Отрывке Он говорит То Что Он Хотел Бы Делать В отношении Каждого Человека Он Хотел Каждого Человека Представить Совершенным В Мессии И он Говорил Что Для этого Он Сражался Силой Действующей Могущественно В нем Павел Как бы мы ни Назвали Его Труд Но Конечной Целью Его Было Чтобы Люди Сделались Зрелыми В Мессии Это Слово Сделать Совершенными Представить Совершенным Во Христе Иисусе Оно Означает Вовсе Не означает Что вы Не будете Делать Ошибок Но Здесь Говорится О зрелости И Это Окончательная Божья Цель Для Каждого Из нас Чтобы мы Стали Зрелыми В Ешуа И Павел То же самое Говорит В Галатам Четвертой Главе Галатам Четвертая Глава 19 Дети Мои Для Которых Я Снова В Муках Рождения Доколе Не Изобразится В Вас Маши Он Говорил Я Как Женщина Которая Рожает Я Рожаю Я Тужусь Пока Вас Ешуа Не Отобразится И Это Была Главной Целью Павла Представить Других Людей Зрелыми Перед Богом И Это Также Ваша Главная Цель Не Просто Быть Зрелыми Но Вложить В Вас То Что Бог Вложил В Других Людей То Что Бог Вложил В Вас Духовная Зрелость Быть Самим Духовно Зрелыми И Производить Духовную Зрелость В Других Людях Что Означает Быть Духовно Зрелым Позвольте Дать Вам Определение Это Взято У Человека По Имени Билл Готард Построение Слова Божьего В чьей-то Жизни Чтобы Они Позвольте И Позвольте Промптения Слова Божьего Это Построение Слова Божьего В других Чтобы Чтобы Они Могли Понять Научиться Водительству Святого Духа И Знать Так же Как И 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 Обстоятельствах Позвольте Я еще Расскажу Это Построение Принципов Божьих В других Людях Чтобы Они Могли Понять И Следовать Водительству Святого Духа И Знать Как Поступать В любых Обстоятельствах Как Это Делал И И И И И И И Did You Get That Вы Поняли Это You See We Can Understand The Principles Of God's Word Мы Можем Понимать Принципы Слова Божьего Но Если мы Не Будем Понимать Как Поступать В соответствии С Водительством Святого Духа Если Мы Не Будем Практически Поступать В определенных Обстоятельствах Как Это Делал И Божьего Мы Слышим Что Дух Святой Нам Говорит Но Если мы Не Понимаем Принципов Слова Божьего То Мы Не Будем Знать Как Правильно Поступать Правильно Реагировать Ну Предположим Игорь Что-то Такое Сделал Например Что Обидело Меня Предположим Я захожу В комнату Игорь Меня Не Видел Целый Год А Игорь Говорит Уэйн Ты Выглядишь Просто Намного Уродливее Чем Ты Выглядел Год Назад Я Очень Разозлился На Игоря И я говорю Я не хочу Чтоб ты Сегодня Меня Вообще Переводил Саша Будет Переводить Ну Короче Я К тебе Игорь Отношусь Очень Плохо И Дух Святой Меня Ко Мне Говорит И Он Меня Обличает И Говорит Ты К Игоре Так Плохо Относиться Не Можешь Ты Не Обращай Внимание Что Он Сказал Тебе Но Тебе Надо Пойти И Попросить У него Прощения Я Научился Много Времени Тому Когда Ты В Браке То У тебя Есть Определенные Проблемы И Трудности И Ты Учишься Вы Учитесь Жить Вместе И Есть Определенные Трудности В этом Ссоры Есть Ссоры Раздоры И Если Я Что-то Такое Резкое Скажу Моей Жене Если Я Научусь Говорить Несколько Простых Слов В Смирении То Если Вы Сейчас Научитесь Я Вас Научу Говорить В Смирении Несколько Слов То Это Поможет Вам Как Это Помогло Мне Я Ошибался Я Неправ Можешь Ли Ты Меня Прости Меня Пожалуйста Я Был Неправ Многие Из Нас Очень Горды Мы Не Хотим Признать Свою Неправоту И Попросить Прощение Вы Можете Выйти На улицу Купить Для нее Цветы Вы Можете Купить Коробку Конфет Булычки Вы Можете Пойти Пить Булычки 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 Но Это Не Заменит Ни Шоколад Ни Цветы Не Заменят Вот эти Слова Извини Я Был Неправ Вы Можете Сэкономить Кучу Денег Вы Можете Сэкономить Кучу Денег На Шоколаде И Цветах Если Вы Научитесь Этим Словам Извини Меня Я Был Неправ Прости Меня Пожалуйста Да Может быть Это Тоже Неплохо Купить Цветы Шоколад Но После Этого Все Равно Нужно Попросить Прощения Он Говорит Что Игорь Можешь Можешь Ли Ты Меня Простить За То Что Я Вел Себя С Тобой Ну Вот Так Нездержанно И Резко Украинцы Очень Искренне Поэтому Может Я Более Глупо Выгляжу Чем Год Назад Но Если Я Не Изучил Принципов Слова Божьего То Я Не Буду Знать Как Надлежащим Образом Извиниться Может Дух Святой Будет Мне Обличать Что Мне Нужно Сделать Что Чтобы Исправить Положение Но Я Не Знаю Что Делать Потому Что Я Не Знаю Принципов Слова Божьего Нам Необходимо Понимать Слово Божье Нам Необходимо Получать Водительство Святого Духа Чтобы В любой Ситуации В любых Обстоятельствах Поступать Реагировать На них Так Как Это Сделал Б Я Шуа И Вот В этом Заключается Духовная Зрелость И Это Наша Окончательная Цель И Предназначение Потому Что Мы Сейчас Готовимся Править Царствовать С Ешуа Вовеки И Каким же Образом Бог Это Совершит Каким же Образом Бог Приведет Нас К Духовной Зрелости Он Позволяет Три Вещи Проблемы Раздражение И Ответственность Бог Позволяет Быть Вашей Жизни Проблемам Раздражению И Ответственности То есть А я спросил Что такое Что он подразумевает Под ответственностью Я думал Ответственность За наше Раздражение Но он Говорит Нет Ответственность Нас Как Отцов Ответственность Нас Как Сотрудников То есть Ответственность Вы Еще не уснули Вы со мной Мы Приехали в Одессу На Украину И Первый год Для нас Был весьма тяжел Мы Жили В селе Мы Жили В старом Лагере Мы Жили В лагерных Условиях Я с женой И Татьяна С Валентином У нас Было 30 студентов Постоянно То электричество Не было У нас Не было Телефона Ломалось Постоянно Отопление Я Просыпался Иногда Утром Одеяло Натянуто До горла Мы Все Жили В том же здании Ночью Например Отопление Отключилось И я Видел Как пар Изо рта Идет Я Думал Я Не хочу Вылезать Из-под Одеяла Но Я Понимал Я Директор Мне Нужно Вылезать Просто Уроки Должны Начинаться Я Я Был Так Подавлен Я Одевал Нижнее Белье Я Одевал Куртку Перчатки Все студенты Вместе Собирались Украинцы Украинцы И русские Такие люди Выносливые Я Такой Хилый Американец Я Я Я Своей Жизни Никогда По-настоящему Сидел Сзади Нахохлившись Холодно Было Мы В этом Здании Себе Сделали Такую Импровизированную Квартирку Ты Не 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 Они Купили Себе Электрическую Печку Турецкую В магазине Не Покупайте Электрические Печки Из Турции Вот там Было Четыре Конфорки Одна Конфорка Сломалась Через неделю Еще Одна Сломалась Конфорка Потом Еще Через Месяц Сломалась Третья Конфорка И у нас Была Одна Конфорка И Она Иногда Работала Иногда Нет Моя Жена Жарила Дочке Яйцо На этой Конфорке И Дочка Есть Хотела А Эта Конфорка Она Сломалась И Это Яйцо Оно Просто Там Замерзло На этой Литке Оно Просто Затвердело От холода И Наша Малышка Стала Плакать Видели Малышку Сегодня И Она Сказала Она Говорила Мама Мама Я Чувствую Как Жизнь Уходит Из Меня И Жена Уэйна Бонни Говорила Жизнь Из всех Нас Выходит Мы Мы Должны Были Учить Но Я Тогда Научился От Украинцев И Русских Намного Больше Чем Они От Меня Я Просто Пытался Выжить Просто У Нас Была Главная Проблема У У У У Микробус Который Я Перекупил У Другого Миссионера Я Заплатил Тысячу Долларов За Микробус Я Был Так Счастлив Что Он У У У У У Есть Номера Там Были Финские И Когда Я Вел Этот Микроавтобус Он Проезжал 100 Километров 100 Километров 100 Или 200 Он Просто Друг Останавливался И Было Не важно Как было Холодно Снаружи Он Просто Останавливался И Все Приходилось Залезать Под Этот Микроавтобус И Вспомните Что Я Не Являюсь Механиком Но Я Научился Делать Это Да Я Вытягивал Этот Фильтр Горючего Короче говоря Я Его Вытягивал Там Вытягивал Что-то По бокам Фильтра Потом Я Его Продувал И Трудно Было Там Из него Выдернуть Что-то Да И Я Дергал С Такой Силой Что Бился Рукой Об Микроавтобус Да И Микроавтобус Обычно Замирал Именно Тогда Когда Мы Очень Спешили Куда-то Ехать И С Этим Микроавтобусом Были Проблема За Проблемой Но Бог Обращает Это Во благо В вашей Жизни Бог Он Нас Как бы Вдавливает В свое Слово Чтобы мы Он просто Нас Притягивает К своему Слову Чтобы мы Оттуда Выдергивали Обетование Что Бог Обещает Сделать Он Таким Образом Шлифует И Сглаживает Неровности В нашем Характере И Постепенно В своей Милости Он Преобразует Нас В образ Ешуа У вас У кого Нибудь Из вас Есть Проблемы Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Бог Использует Ваши Проблемы Бог Использует Раздражение Есть Либо Кто Нибудь Кто Вас Раздражает Раз Два Три Четыре Сергей Сергей The Teachers Irritating Students Well I had a job One time Однажды Я работал Мой Дедушка Умер И я поехал С бабушкой Летом В Атланту Штат Джорджия Провести Лето И мне нужно было Найти работу Я закончил Я закончил Университет Я готовился К защите Степени ученой По-моему так Мастер's Дегре Дегре После Университета Короче Ему нужно было Получить Вторую Степень По окончанию Университета Бабушка Не могла Оплачивать Меня И поэтому Мне нужно Было Работать Мне на Три Месяца Нужна Была Работа Я Оделся Очень Хорошо Я Одел Пиджак Галстук Я взял Резюме В котором Описывалась Всем Те Прекрасные Вещи Которые Я Могу Сделать Для Компании Я Просто Проходил От фирмы К фирме С утра До Просто До После Обеда Я Стучался Вовсе Двери Я Сначала Пошел В университет Предлагая Свои Услужии Я Говорил Вот На протяжении Лета Я В этом Могу Помогать Вам И Ближайшие Предыдущие Три Лета Уэйн Предыдущие Три Лета Работал На Машиностроительном Заводе И Он На сборке Машин На конвейере И он Там Какую-то Детальку Вставлял То есть Одна Единственная Каждый День Какую-то Детальку Раз Прикрутил Следующую Машина Подъехала Прикрутил Следующая Работа Была Хорошая Она Помогала Мне Заработать Деньги Что Работала Да Но Вы знаете Я не Собирался До конца Моей Жизни Наслаждаться Этой Работой Я Поехал В Атланту Я Поехал В Атланту Я Поехал Я Поехал В Атланту Да Он Хотел Работать Где Угодно Вот Уже В Атланте Но Только Не На Конвейере После Трех Дней Когда Он Целый День Ходил И Предлагал Свои Услуги И Все Компании Говорили Спасибо В этой Области Мы Не Нуждаемся В Помощи Я Почувствовал Что Бог Говорит Мое Сердце Что 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 Это Ни Было Но Тебе Нужно Соглашаться На Первую Попавшуюся Работу Приблизительно В конце Третьего Или Четвертого Дня Я Пришел В Одну Компанию Дал Им Своё Резюме Вот Смотрите Что Я Могу Делать Вы Знаете Все Что Вы Предлагаете Мы В Этому Не Нуждаемся Вы Вероятно У Слишком Высокая Квалификация Но У Нас Там А Вы Знаете У нас Есть Единственная Работа Которую Мы можем Предложить Это На Конвейере По Сборке Есть Машинах В окнах Машин Такие Металлические Пластиночки Они Под углом Стоят Которые Препятствуют Затеканию Воды В стекла По стеклам Внутрь дверцы Вы Вы Когда Немч Видели Такие Штучки Как Это Металлическая Саша Молдинг Окей Немч Металлическая Молдинг В Украине Мы 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 Маленький Заводик Единственный В Соединенных Штатах По-моему Который Делал Вот Эти Молдинги Для Окон И Моей Работой Было Когда Вот Эта Металлическая Лента Или Пластинка Вылезала Из Мойки Да Вылезала Из Мойки Ее Мыли Предварительно Я ее Брал И Тряпкой Вытирал С одной Стороны А потом Переворачивал И Тряпкой Вытирал С другой Стороны И так Весь День Каждый День Каждый День Это Была Очень Скучная Работа И Чтобы Еще Скажем Подлить Масло В огонь Или Наоборот Ухудшить Мою Жизнь Там Еще Напротив Меня Был Человек Его Звали Джеймс И У него Была На Косточках На Руке Татуировка Love Любовь Он Был Очень Груб Человек Он Сидел В Тюрьме Перед Этим Он Знал Что Я Студент Университета Я Ему Не Нравился Он Постоянно Меня Исправлял Что Я Плохо Поговорил Что Я Плохо Работаю Там Просто Не Бало Чего Делать Плохо И Он Стал Моим Главным Источником Раздражения И У Меня Появилось К Джеймсу Плохое Отношение И Я Знал Что Он Знает Что Я Плохо К Нему Отношусь Возможно Он Видел Во Мне Определенную Гордость В В общем У Него Он Видел Возможно У У Эй Определенную И Я Помню Как Дух Святой Меня Очень Ясно Сказал Тебе Надо Подойти К Джеймсу И Извиниться За Твое Отношение К нему И Рассказать Ему Евангелие Потому Что Сейчас Его Сердце Оно Закрыто Принимать От Тебя У Нас Был Короткий Обеденный Перерыв И Я Подошел К нему И думаю Куплю К ему Кока Колы Может Это Поможет Начать Разговор Я Подошел К нему С Кока Колой Я Его Спросил Джеймс Хочешь Ли Ты Коки Он Скал Нет И Я Скал Джеймс Могу ли Я Присесть Здесь Он Скал Мы Живем В Свободной Стране Сиди Где Хочешь Я Скал Джеймс Я У Меня Было Плохое Отношение Подношение Тебе Бог Обличил Меня В Плохом Отношении Тебе Ты Давал Мне Советы В моей Работе А я Их Не Принимал Я Скал Джеймс Можешь Ли Простить Меня Он Посмотрел На Меня Он Скал Ладно Не Надо Не Надо Я Скал Джеймс Ты Добрый Человек Но Для Меня Так Много Будет Значить Если Ты Меня Прости Он Говорит Да Ладно Парень Все В Порядке Все В Порядке Я Скал Джеймс Спасибо Тебе Но Для Меня Это Так Много Значит Можешь Прости Меня Пожалуйста И В нем Что-то Вдруг Сломалось Он Скал Я Тебя Прощаю И Он Друг Открылся И Начал Изливать Своё Сердце На Меня Который Открылся Которая В общем-то Открыла Для Меня Двери Для Того Чтобы Делиться Евангелем Что Ешуа Любит Его Что Он Может Прощен И Хорошая Новость В том Что Он Может Помолиться Этой Молитвой Он Сразу Не Помолился Со Мной Этой Молитвой Чтобы Принять Ешуа Но Он Скал Большое Спасибо Что Ты Мне Рассказал Об Это Потому После Этого Обеда Я Уже Увольняюсь С работы И Больше Здесь Работать Не Буду Если Я Отложил Если Я Не Послушался Водительству Святого Духа Я Уже На Следующий День Его Бы Не Было И Кто Знает Может Быть Я Встречу С Ним На Небесах И Из Этого Опыта Бог дал мне Такое Сильное Бремя О Других Людях На Маленьком Заводике Он Дал Дал Мне План Чтобы Я Поделился Евангелием С Каждым Человеком На Том Заводике Я Просил День Нового Человека Посидеть Со мной И Скушать Сэндвич И Делился С ними Евангелием И В конце Лета У меня Было Такое Чувство Что Я Оставляю Я Чувствовал Себя Как Среди Этих Неверующих Как Павел Потому Что Я С Каждым Из Них Я Каждому Из Проповедовал Евангелием И Они Меня Любили Таким Каким Я Был И Я Чувствовал Цель Божью Почему Он Поместил Меня В То Место Бог И Проблемы Раздражения Продолжение